Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Ирина Звягинцева. Коротко о главных темах выпуска. Экологичные автомобили, или как их называют, зелёные, всё чаще и чаще появляются на улицах островного региона. Как развивается электротранспорт и есть ли необходима инфраструктура для этого? Почему люди переходят на газомоторные и водородные авто? Эти и другие вопросы обсудили на Дальневосточном форуме экологичного транспорта. Все подробности узнаете далее. Расстояние лишь цифр. Для сахалинских бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации, провели очередной телемост родными. Несколько семей смогли увидеть своих защитников онлайн и узнать, как у них обстоят дела. Все подробности расскажу вам я, Елена Лим. На Сахалине реализуется российский медицинский проект. Он направлен на трудоустройство будущих врачей, которые приехали из разных уголков страны. Откуда к нам прибыла молодёжь и как они себя показали на практике, расскажу вам я, Назира Караханова. Газозаправочный объект запустили в работу в Тымовском. Торжественное открытие новой точки прошло в режиме видеоконференц-связи с площадки Дальневосточного форума экологичного транспорта. Это уже третья станция сети в области. Место выбрано не случайно. Посёлок городского типа удобно расположен для формирования газомоторного коридора на федеральной трассе. Голубым топливом обеспечат автопарковки населённых пунктов и вдоль дороги Ноглики, Смирных, Паранайска и Макарова. Сейчас, как мы видим, на протяжении уже трёх лет, мы уже первых три заправки открыли. Потенциально Газпром видит ещё две. И сейчас мы начинаем работать с Газпромом газомоторного топлива по газификации всего Сахалина, то есть дальше на север. Этот форум как раз и объединяет зарядную и газозаправочную инфраструктуру и непосредственно транспорт. Эксперты форума также затронули вопросы, связанные с развитием электротранспорта на островах. В Южно-Сахалинске уже отправили 15 электрокаров с материка. Зелёные авто будут работать в формате каршеринга. Сахалин, Донбасс на связи, очередной телемост ДНР провели в островном регионе. Привет родным из зоны проведения спецопераций передали военнослужащие. Бойцы смогли пообщаться с близкими по видеосвязи, поделились новостями, рассказали в своих буднях. На одной из таких онлайн-встреч побывала моя коллега Елена Лим. Увидеть улыбки милых и дорогих лиц за сотни километров. В этот раз география телемоста Сахалин-Донбасс ещё более обширна. Корсаков, Тамарий, Южно-Сахалинск. Галина Кожевникова впервые за долгое время видит сына. Ну, особо-то нечего рассказывать. Всё хорошо, всё замечательно. Единственное, жарко очень, непривычно. Как я до этого говорил, моря не хватает. Прям не хватает моря. Да, панапка есть, не спасает. Боец с позывным Вася в зоне проведения спецопераций с осени прошлого года и уже получил награду. Илья Пастухов из Тамари внимательно вглядывается в родное лицо матери и интересуется её здоровьем. Просит не плакать и уверяет, всё хорошо у него и его товарищей. Рад встрече с мамой и сестрой Владимир Шусов из областного центра. Военнослужащий оптимистично настроен и ловит каждое слово родных по ту сторону экрана. Я так понимаю, как всегда, ты говоришь, всё хорошо, всё слава Богу и надеюсь, так и будет. Скучаем от Сергея, привет. От сына его тоже там всегда спрашивает о тебе. Видео встречи с родными – эмоциональная разрядка для бойцов. Близкие сердцу улыбки в очередной раз напоминают, дома их любят и ждут. Елена Лим, Павел Соловьёв, телекомпания ОТВ. В Южно-Сахалинске приступили к подготовительным работам на месте будущего кампуса САХГУ. Строительство подрядчик начнёт уже в августе. Вокруг территории устанавливают заборы, отсыпают площадки для складирования стройматериалов. Сахалин ПЭЧ станет одним из первых проектов в России, который возводится с нуля. Перед началом работ совместно с федеральным министром науки и высшего образования Валерием Фольковым заложат капсулу времени. Мы фактически уже приступаем к строительству кампуса. Строительство будет идти приблизительно 2-3 года. Там у каждого объекта свой срок. Вот у нас появились спонсоры, которые университетские здания начали приводить в порядок. Ремонтируют и действующие корпуса. Задач несколько – сделать внешний облик зданий университета, прилегающих территорий в едином стиле, оборудовать зонами отдыха с лавочками и запустить новую программу обучения школьников преподавательским составом из университета. Обмен ценным опытом впервые Южно-Сахалинск принял участников трудового проекта «Голиотис». Будущие медики из разных регионов страны проходят производственную практику в островных медучреждениях. Какие перспективы дальнейшего трудоустройства открываются у практикантов, узнала моя коллега Назира Караханова. Мы приехали сюда и были крайне осуществлены самим городом, больницами, которые здесь есть, ремонтом, которые тут есть. Все очень современно, интересно и работа всем нравится. Пятикурсник медицинского университета из Великого Новгорода Антон Шеремет каждое лето проходит практику в разных регионах страны. И в этом году дома решил не оставаться. Над предложением поучаствовать во всероссийском проекте «Голиотис» на Сахалине долго не раздумывал. Всему новому здесь уйдешь все документации, в принципе уже обстановки диагнозов у доктора уйдешься, поэтому, конечно, как практика это уже феноменально. Антон работает в отделении травматологии на должности медицинского брата. У него для этого есть специальный сертификат. Ухаживает за пациентами, ставит капельницы, уколы, делает перевязки. Живет студент в общежитии колледжа при областной больнице. Ему и другим практикантам предоставляют трехразовое питание. Кроме работы будущим медикам показывают красоты Южно-Сахалинска, проводят экскурсии. Мы, когда приехали, были ошеломлены этим городом. И природа, которая окружает его, и сам город. Начали ездить в горы, на этот горный воздух. Конечно же, там из него вид открывается просто невероятно. Вот завтра у нас будет уже экскурсия в музей. Участие во всероссийском проекте для студентов – это шанс получить бесценный опыт от старших коллег, познакомиться с медучреждениями и выбрать будущее место работы. А врачи, в свою очередь, могут присмотреть молодую кровь. Конечно, мы ждем их для работы в Сахалинской области. Мы будем делать все, чтобы их замотивировать и чтобы создать такие условия, чтобы им захотелось приехать. Дальний Восток впервые участвует в гелиотисе. Раньше в больницах не принимали студентов-старшекурсников. До конца лета в медицинских учреждениях областного центра студенты-медики будут работать под руководством областных специалистов. Назира Караханова, Константин Киндюк, телекомпания ОТВ. Ремонт улицы Крайней в Южно-Сахалинске выходит на финишную прямую. В границах от улицы Долинской до Карьерной меняют асфальтовое покрытие общей протяженностью 750 метров. Сейчас подрядчик проводит фрезеровку асфальта, поднимает и меняет люки канализационных колодцев, устанавливает бордюры, займутся и тротуарами. С двух сторон нанесут дорожную разметку к 10 августа. Ход работ проверил мэр Сергей Нацадин. Я хочу разобраться с электрическими столбами освещения, чтобы было все комфортно и уютно, сделать парковку. Но учитывая, что подрядчик довольно опытный, в принципе, работы идут в графике, возникают определенные, конечно, сложности, но они решаемые. Данный объект делается в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги», то есть с участием местного и областного бюджетов. Ранее для движения был открыт участок улицы от проспекта Мира до улицы Карьерной. На территории осталось провести озеленение. Кроме этого, в столице области продолжается ремонт проспекта Победы от площади Победы до улицы Комсомольская, а также улицы Зеленой в Березниках. Сахалинская область занимает лидирующие позиции в стране по розничному товарообороту. Один из основных показателей в этом вопросе – развитие ярмарочных площадок. Островные фермеры предлагают свои товары и услуги во всех муниципалитетах. О том, как развивается сектор торговли на островах, нам рассказала заместитель министра сельского хозяйства и торговли Наталья Розанова. Запись беседы смотрите далее в рубрике «Гость студии». Наталья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о торговле. Ежегодно, 4 субботу июля, отмечается День работника торговли. И предлагаю поговорить о состоянии этой важной сферы. Как сегодня развивается данная отрасль, какие-то, может быть, есть новые тенденции и какие изменения в целом произошли за год? Торговая отрасль на территории Сахалинской области – это как одно из направлений региональной экономики. Она сегодня развивается достаточно устойчиво. По всем показателям, которые по итогам полугодия, имеется устойчивое развитие, положительная тенденция. Поэтому сегодня, ну, в целом хочется сказать о том, что сегодня в торговом бизнесе занято более 5000 хозяйствующих субъектов, которые работают. Кроме того, это порядка 40 тысяч работников в трудоспособном возрасте, которые тоже работают в торговой отрасли. Но можно сказать о том, что это каждый шестой житель Сахалинской области сегодня трудится именно в торговом бизнесе. Ну, кроме этого, это, конечно, развитая инфраструктура. Это более 5000 объектов, это стационарные торговые объекты, продовольственные магазины, непродовольственные. Это торговые площадки ярмарочные, это нестационарная торговля, это павильоны местных товаропроизводителей. Это мобильная торговля, это розничные рынки. То есть вот огромная инфраструктура, которая сегодня направлена на то, чтобы обеспечить экономическую и физическую доступность для населения Сахалинской области в продуктах питания, непродовольственных товарах. Как представлена Сахалинская торговая отрасль в сравнении с дальневосточными регионами или, может быть, даже с регионами страны нашей в целом? Есть ли какие-то достижения, которыми мы можем похвастаться и гордиться? Конечно, мы можем гордиться достижениями в нашей торговой отрасли. Но самое главное, это показатель, который определяется вообще по органам и статистике, это показатель розничный товарооборот на душу населения. Вот по этому показателю Сахалинская область занимает уже более 10 лет лидирующая позиция. То есть мы на первом месте. В месяц у нас этот показатель обеспечивается в размере где-то более 35 тысяч рублей. И тоже один из основных показателей – это развитие ярмарочной торговли. По этому показателю мы находимся на пятом месте среди субъектов уже Российской Федерации. То есть у нас достаточно развитые ярмарочные площадки, розничные рынки, которые сегодня также обеспечивают население продуктами питания, дают возможность реализовать продукцию наших сахалинских производителей. Насколько сегодня успешно развивается общепит в регионе? И что мы можем предложить гостям и жителям региона? Может быть появляются какие-то новые объекты? Как развивается это направление? Конечно. Ну, что касается именно общественного питания, здесь нужно сказать о том, что на территории Сахалинской области это более 840 объектов общественного питания. Сегодня объекты общественного питания у нас открываются не только, скажем, в Южно-Сахалинске, где проживает половина населения Сахалинской области. Но что самое примечательное, что такие объекты у нас открываются, вот, например, в Макаровском городском округе у нас открылась кофейня при пекарне, в Углегорском городском округе. То есть это объекты, которые сегодня востребованы населением, которые открываются и население с удовольствием посещает. Но то, что касается основных направлений, здесь нужно сказать о том, что сегодня два основных направления, которые достаточно активно развиваются в отрасли общественного питания, это доставка еды на дом, это очень востребовано сегодня населением, это в период пандемии как бы развитие получило это направление. И здесь нужно сказать, что доставка еды на дом у нас оказывает эту услугу не только, скажем, кафе и рестораны, но есть уже специализированные предприятия, которые именно это у них основное направление работы. И кроме того, мы отмечаем, что одно из направлений это маленькие кафе и кофейни. Наталья Васильевна, не могу не спросить у вас про социальную ориентированность торговли. Очень часто пишут, что бизнес на Сахалине участвует в различных социальных и благотворительных проектах. Расскажите об этом подробнее. Да, об этом можно сказать следующее, что сегодня социальные магазины – это одно из направлений регионального проекта «Забота, защита, уважение». Это магазины, которые сегодня, их на территории города сегодня 153 объекта во всех муниципальных образованиях. Эти магазины сегодня, хозяйствующие субъекты, которые работают в этих магазинах, они сегодня где-то порядка 40 номинований продукции реализуют с минимальной торговой наценкой. Это от 10 до 15%. Это сегодня, это как бы социальная нагрузка, которую несет бизнес. Она сегодня дает возможность населению приобретать продукты с минимальной торговой наценкой. Это экономия семейного бюджета. И, конечно, это обеспечение семей, основной группой о социально значимых продуктах питания. В заключении нашей беседы не могу не спросить вас, что вы пожелаете в преддверии праздника? Ну, в преддверии праздника, конечно, хочется пожелать самое главное – это успехов, это благодарных покупателей, надежных партнеров, новых идей в направлении этого бизнеса. Но успешно, чтобы успех и удача всегда сопутствовали нашим хозяйствующим субъектам, всем, кто работает в торговом бизнесе. Наталья Васильевна, я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго, до свидания. До свидания. Это очень все новости выпуска. Смотрите далее. Эти очки виртуальной реальности – отличная возможность оказаться в мире юрского периода или на космическом корабле. Эта площадка на празднике первых стала одной из самых востребованных. Хотя желающих посетить другие мастер-классы оказалось не меньше. Мероприятие собрало десятки активных жителей города. Чем еще удивляли посетители, расскажу вам я, Анастасия Красова. Островные боксеры начали отмечать Всероссийский день бокса, который выпадает на 22 июля. Программа яркая и насыщенная. Показательные выступления, мастер-классы, автограф-сессия со знаменитостями. Обо всем подробнее вам расскажу я, Игорь Антипов. В эти выходные юных гостей Краевического музея ждет насыщенная программа. Роспись по дереву, этно-игротека, квесты, ярмарка – это далеко не весь список мероприятий. О других культурных событиях узнаете уже совсем скоро. Не переключайтесь. Льготная ипотека. Ипотека с господдержкой до 8% без требований к возрасту и семейному положению. Ипотека до 3% на покупку жилья в сельской местности. Своя квартира – это надежный вклад в будущее. Забота, защита, уважение. Продукты питания с минимальной наценкой. Экономить на продуктах питания жителям Сахалинской области помогают торговые точки эконом-форматы. Главное преимущество социальной торговли – это низкая наценка на продукты питания. Не более 15%. Списки продуктов по социальной цене – хлебобулочные и макаронные изделия. Мясная продукция – консервы, сахар, соль, яйцо, чай, овощи и фрукты. Всего на Сахалине и Курилах действует 758 торговых точек эконом-формата. 153 социальных магазина, 382 фирменные торговые сети сахалинских производителей, 123 передвижных объекта торговли. В 2022 году в области провели 12896 ярмарок. Проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лемаренко. Анимация Сурганова и оркестр «Ирок-синдром» выступят на крыльях Сахалина. В концертной программе также заявлены островные исполнители. Кроме сцены на аэродроме «Пушистый» организуют парковочные места для личных автомобилей. Мы организуем две парковки до взлетно-посадочной полосы, до места проведения фестиваля. Добраться на собственном транспорте мы возможности эту исключаем. Те вещи, которые были, это авиационная составляющая, музыкальная составляющая, фейерверк, шоу, они все остаются. Кроме музыкальной программы в рамках фестиваля проведут экстремальный забег «Сахалинский рубеж». Авторскую гонку мотоспортсменов организуют мастер-классы и развлечения для детей. На территории будут работать 50 точек с питанием и напитками, душевые и туалеты. Также в этом году увеличат количество рейсовых автобусов до аэродрома «Пушистый» и добавят бесплатные шаттлы. Напомню, крылья «Сахалина» пройдут с 18 по 20 августа. В областном центре стартовал прием заявок на участие в «Береге притяжения». Так называется молодежный православный форум, который ежегодно проходит в селе Дуо Александрово-Сахалинского района. В этом году площадка будет работать с 3 по 9 августа. Слет посвятят 30-летию Южно-Сахалинской и Курильской епархии. В этом году участников ждет насыщенная образовательная программа и культурные мероприятия. В этом году мы большой блок будем посвящать начальной военной подготовке, патриотическому воспитанию. Конечно, у нас будут занятия и по русской культуре. И мы будем разучивать различные песни, танцы. К нам приедут гости. Заявки можно подавать по адресу пограничная 38 в православном лектории на территории храма святителя Иннокентия в Южно-Сахалинске. А также на странице ВКонтакте. Дополнительная информация по телефону 26 14 96. День движения первых прошел в городском парке Южно-Сахалинска. Цель мероприятия – рассказать о новой инициативе для молодежи, о том, какие перспективы она открывает для школьников и студентов. Мастер-классы, возможность потанцевать и посоревноваться привлекла на красочное шоу не только юных островитян, но и их родителей. Обо всем подробно расскажет Анастасия Красова. От 6 до 35 лет. Таков возраст участников движения первых. Это направление практически не ограничивают никакими рамками. Созданное по инициативе неравнодушных школьников и студентов, оно привлекло к себе внимание и родителей, и молодых педагогов. И каждый из них может найти в нем свое место. Но больше всего перспектив оно открывает подрастающему поколению. Не секрет, что во взрослой жизни зачастую оказываются более важными для работодателя, для успешной жизни в семье. Именно те навыки, которые воспитываются в коллективе – коммуникативные, лидерские качества, умение работать в команде, критически относиться к информации. И всему этому учи движение первых. Волонтерская и творческая деятельность – умение создавать проекты и воплощать их в реальность. Сегодня свои достижения показывают активные школьники. За свою деятельность получают награды. Этому направлению всего полгода, но сделано немало. Движение молодое, но мы надеемся, что будет очень много впереди крупных интересных проектов. Уже прошло немало мероприятий. В движении более трех тысяч человек уже. В каждом муниципалитете есть куратор муниципальный. Кураторы есть и в школах. Диану Перекрест пригласила поучаствовать в движении первых ее учителя английского языка. Ну, наверное, стала более активной. Я начала участвовать, ходить куда-то, а не сидеть, тухнуть дома. Вот. Мне нравится. Артему Козлову 17 лет. Он на пороге выбора профессии. Он – постоянный участник флешмобов и мастер-классов. Дети активно участвуют в каких-то мероприятиях. Таким образом общество становится намного лучше. То есть поколение становится намного воспитанней и уверенной в себе, чтобы высказать свое мнение. Всего в Сахалинской области создано уже более ста первичных отделений движения первых. Они работают в общеобразовательных и спортивных школах, а также в учреждениях профессионального образования. Анастасия Акрасова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Островные спортсмены присоединились к празднованию Всероссийского дня боксера. Главное зрелище развернулось на стадионе «Космос» городского парка Южно-Сахалинска, где мастер-класс провели именитые боксеры Александр Поветкин и Денис Лебедев. Все подробности у нашего корреспондента Игоря Антипова. Зарядку начинает чемпион России, СНГ и славянских стран Иван Кирпа. Он даже был личным тренером известного тяжеловеса, обладателя олимпийского золота Александра Поветкина. А потому островные спортсмены из разных уголков Сахалина с удовольствием повторяют каждое движение гуру. Это прикольно. Некоторые штуки я уже знаю, удары, приемы. А некоторые я не знаю. Он ищет меня, ищет, ищет, ищет. Я углоняюсь, углоняюсь, углоняюсь. А потом вот так бам! Потом встречный удар. Чемпион мира по прозвищу «Белый лебедь» Денис Лебедев наносит условный разящий удар русскому витязю, олимпийскому чемпиону Александру Поветкину. Звезды делятся проверенной годами тактикой. Затем резко принимают упор лежа, чтобы отжаться. Без особой физической встряски на ринге долго не продержишься. Все идет по классике, но для детей, конечно, которые никогда не видели олимпийских чемпионов, чемпионов мира вживую, поэтому для них это стимул. Посмотреть, познакомиться поближе, получить автограф, сфотографироваться. Денис Лебедев внимательно следит за первой показательной схваткой в весе 40 килограммов. Формула боя – три раунда по полторы минуты каждый. Южно-Схолинец Азим Дадажонов сходится с боксером из Шахтерска Денисом Васильевым. Мальчишки равные по мастерству. Денис поначалу начал пропускать, потом начал возвращать. И вот было туда-сюда, туда-сюда. Азим тоже мне понравилось четко. У него поставили на двоечку. Я вижу уже их ошибки, но они же в начале своего пути, они обязательно научатся работать корпусом, чтобы не принимать на себя лишние удары. Он чемпион мира, он никогда не сдается, он дерется до конца. Не думает о проигрыше. Смелый. Это все про Дениса Лебедева, который более 20 боев завершил нокаутом. Еще и награды вместе с Поветкиным сахалинцам вручают. Желают быть лучше, чем они. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. День Сибуча в Небельске. Соревнования «Золотая подкова сахалина» и мастер-класс витражи. Чем заняться в предстоящих выходных, расскажет рубрика «Афиша». Передаю слово ее ведущей Ксении Солобаевой. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных. Впереди выходные, а значит пора заняться чем-то интересным. Как провести свободные деньки, расскажет рубрика «Афиша» и я, Ксения Солобаева. В эту субботу в Небельске состоится традиционный районный праздник День Сибуча. Это морское животное – главный символ города. Оно изображено на флаге и гербе. Со всей страны в Небельск приезжают люди, чтобы увидеть сотни сибучей на брикваторе. Для гостей мероприятия подготовили обширную программу. Театрализованное представление, командный квест, мастер-классы, а также подведение итогов конкурса рисунков и декоративно-прикладного творчества. Вечер завершится концертом «Семь ветров», на котором выступят рок-группы «Сахалина». А в Анивском районе в этот день пройдут 17-е соревнования по конному спорту «Золотая подкова Сахалина». В селе Огоньки выступят больше 40 жакеев из Южно-Сахалинска, Александровско-Сахалинского, Тымовского, Ноглик, Паранайска, Шахтерска, Анивы и Холмска. Участников ждут дисциплины дерби и конкур. Еще одним элементом соревнований станут скачки на пони. Помимо спортивной части для зрителей будут работать развлекательные и концертные площадки. Городской парк Южно-Сахалинска приглашает отметить День работника торговли. На территории бывшего картодрома развернутся разные площадки. Ярмарка мастеров, концертно-развлекательная программа, игровые зоны. Также вас ждут конкурсы, викторины и розыгрыши. В это воскресенье областной художественный музей приглашает на мастер-класс витражи. Участники мероприятия под чутким руководством художника Катерины Новоселовой узнают все тонкости работы красками по стеклу и создадут собственное произведение декоративно-прикладного искусства. Зообот-парк зовет на показательное кормление австралийской квакши. Литория – второе имя земноводной. Ловко лазает по деревьям и скачет по веткам не хуже любой птицы. Обладает способностью менять окрас и приспосабливаться к окружающему фону. В природе питается различными беспозвоночными. Может охотиться на мелких рыб, ящериц и даже грызунов. Проведите выходные в хорошей компании. С афишей вознакомила Ксения Салабаева. До встречи! В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы. Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь! Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным! На Сахалине и Курилах ежегодно создаются комфортные условия для жителей и гостей Сахалинской области. Преображаются скверы, благоустраиваются дворы, появляются новые детские площадки и зоны отдыха. В силах каждого из нас приумножать и сохранять сделанное руками людей, ответственных за благоустройство. К сожалению, не все умеют ценить чужой труд, а новые современные объекты не дают покоя вандалам. Они ломают архитектурные элементы и остановочные комплексы, рисуют на фасадах и вытаптывают газоны. Для многих из них такое поведение – своеобразное искусство. Но вандализм не искусство, а уголовное преступление, предусматривающее до трех лет лишения свободы. Останови вандализм. Позвони в полицию. Регулярные физические нагрузки необходимы человеческому организму. Минимальная 30-минутная активность снижает риск развития диабета второго типа, рака, гипертонии, инфаркта. Вместо того, чтобы пользоваться автомобилем или автобусом, пройдитесь пешком. Сделайте выбор в пользу лестницы, отказавшись от лифта. А на выходных отдавайте предпочтение активному отдыху. Помните, лучший день для изменений – это сегодня. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова